Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, а играть мы будем в охренительную игру под названием Флот Сэм. Для меня стало большим сюрпризом, что она вышла, и она меня приятно удивила. Ну вот мы и приплыли. Нашу деревню смыло мусорным приливом. Может пора перестать отсиживаться на скалах и отправиться в путешествие? Суша для слабаков, нас ждут синие волны. Весь затопленный мир будет у наших ног. Мы отполируем весь пластик до жемчужного блеска. Как только найдем немного топлива. В общем, друзья, мы будем здесь строить водный город. Ну а начинается все вот с такого маленького плавучего здания, где горит огонь и есть немножечко воды. Ну и поселенцы, разумеется, на нем тоже обитают. Давайте сразу дадим им несколько заданий, например, по сбору ресурсов. Здесь и здесь. Ресурсы — это основа всего. Основа жизни, основа строительства и основа нового водного государства. И да, если вы захотите видеть прохождение этой игры, напишите, пожалуйста, об этом в комментах. Это будет понятно тогда. Ладненько. Ладненько-ладненько. Сбор ресурсов пошел, но один чувак все еще почему-то филонит. Я не могу приблизить камеру ближе и посмотреть в его наглые глаза, но пускай он знает, что он Сэмми-флот-лентяй. Может, можно назначить и ему какую-то территорию, где он будет собирать ресурсы. Ладно, окей, Сэмми-флот у нас будет строителем. Посмотрим, что я могу создать. Ага. Ресурсов у меня вообще нету, поэтому и создать-то ничего не смогу. Начнем, пожалуй, с помоста. Это своеобразный фундамент нашего города водного. Так, давайте немного ускоримся. Слишком уж медленно они плавают и медленно собирают ресурсы. Жесть, а вокруг-то у нас охренеть сколько всего. И, вау, а что это за остров? Блин, ну графика прям вау-вау-вау. Конечно, с Ласт Вудом не сравнится. Это парусник на скалах. Наверное, можно будет его раздербанить на ресурсы и немного прокачаться. Странно, что мы решили жить именно на плоту, а не на острове. Ну ладно, кого это волнует на самом деле? Что это за хрень тут плавает? Эй, ты что за существо? Похоже на... Это саблезубый кит, мать его? Саблезубый кит? Ха-ха-ха, ну ладно, пускай тут будет саблезубый кит. Где наш остров? Деревянный. И сколько у нас, кстати, воды? Воды у нас непонятно сколько. Пресная вода есть, и слава богу. 30, 30 у нас капель пресной воды. Не так уж и много, нужно будет позаботиться о добыче пищи и о добыче пресной воды. Но всему свое время. Сперва мы строим помост. Помост нам нужен... Эй. Большой. Вот такой бы я помост построил. Но ресурсов, к сожалению, супермало. Может быть сейчас они принесут немного... Да, не принесли. Можно сделать помост, в принципе, довольно длинный. Принесли пластик, да? Пластиковые отходы. Помост делается именно из пластика. Как странно, они его строят. Ну, проработка, конечно, вау, вау, вау. Классно, классно. Столько мелочей здесь всяких. Интересно. Жаль, что сердце города, в общем-то, не для чего не нужно. Разве что для хранения воды. И помост на треть уже готов. Неплохо. Думал, строить все это добро они будут... Дольше. И если выходит так, что строительством занимаются все, то, по-моему, Сэммифлот явно оттлынивает от работы. Давайте его назначим сюда на сбор тоже ресурсов. Будет теперь у нас два человека работать на этом участке. Иди, Сэммифлот, собирай. Я думал, он чисто строителем будет. Так, с этого мы поубираем. Это нам тут не нужно. Это все лишнее. И помост готов. Теперь было бы неплохо сделать несколько маленьких складов. Так как ресурсов много, и место забивают они довольно быстро. Так, ну, наверное, здесь поставим. И больше ресурсов не хватает, да? Все упирается в пластик. А здесь практически собрали мы все. Когда у нас закончатся ресурсы, лежащие рядом, как нам плыть до ресурсов, находящихся вдали? Ведь своим ходом доплыть-то они явно не смогут. Может, придется ждать течения, волн, шторма, чтобы их прибило к нашему сердцу. Непонятно так это что. Парусник на скалах. Кто-то попытался построить город на этом острове. Плохая идея, учитывая мусорные приливы. Зато, похоже, тут есть разбившийся оскал и парусник. Нам может пригодиться его мачта. Да, мы бы эту мачту забрали, но напрямую управлять своими поселенцами я не могу. Вот в чем дело. Я не могу сказать Сэмми-флоту. Сэмми-флот, давай-ка шуруй на остров. Да и доплыть мы не сможем. Я могу выбрать, да, парусник на скалах? Но сбор ресурсов, ничего назначить я не могу. Ага, нам нужна лодка, видимо, чтобы туда доплыть. Хорошо, буду иметь в виду, приму к сведению, и строим еще один склад, как я и планировал. Потом уже будем заниматься производством опаньки. Сушилка. Сушилка тоже очень нужна, потому что древесина, что мы достаем из воды, она мокрая, просоленная, и нужно привести ее в порядок, чтобы можно было что-то толковое построить. Или банально забить в нее гвозди, чтобы они держались. Короче, древесину мы будем сушить. И, по-моему, на этой сушилке сушится не только древесина, но и рыба, которой у нас, правда сказать, пока еще нету. Так как нет удочки. А где ее брать? Хрен его знает. У меня не спрашивайте. Может быть, она где-то будет в обломках плавать и ждать, пока ее подберут. Не знаю, не знаю. Но сушилка, тем не менее, практически готова. Может, стоит построить еще одну сушилку? А давайте. А давайте еще одну сушилку. Одна сушилка – это хорошо, а две сушилки – это прям, ну, продуктивно очень. Сразу загружаем туда древесину. Рыбы нет, поэтому загружаем древесину. Там будет сушиться древесина. Очень хочется приблизить камеру и рассмотреть все эти нюансы маленькие вблизи. Но не получается, блин. Не получается. Почему мне не дали такой возможности? Ладно, и так все выглядит довольно ярко и красочно. Аж глаза радуются. И душа поет. Так, следующее, что я построю, это, наверное, будет дистиллятор. Но, опять же, для него нужна сухая древесина, которой у меня нету. Пока, пока, пока. Но в скором времени появится. Вот-вот. Как быстро сушится древесина? Ну, должен сказать, довольно быстро. Уже, смотрите-ка, три бруска практически высушились. Но в жизни, наверное, это происходило бы быстрее. Ой, дольше. Гораздо дольше. Дни, наверное, потребовались бы, чтобы высушить такой большой брусок дерева. Сюда не загрузили, да? Ну, это мой косяк. Вот теперь загрузили. И сюда древесину. Ждем дистиллятора. Блин, ну ресурсы реально закончились. Черт возьми. По-любому нужно построить лодку. Лодка для сбора мусора из океана и островов. Нам нужна веревка. Пока не будет веревки, не будет и лодки. Что у нас с водой? Вода заканчивается. Хорошо. Дистиллятор построить или лодку все-таки в первую очередь? Я даже и не знаю. Вот это вопрос жизни и смерти. От этого решения будет зависеть многое. Если будет лодка, может даже получится собирать ресурсы, находящиеся вдали. Так, что у нас? О, смотрите-ка, практически полностью забит наш склад. Похоже, придется ставить еще один склад. Сухую древесину некуда складывать, как вы видите. Ладно, построим еще один склад. Почему склады такие маленькие? Если бы их можно было как-то проапгрейдить, было бы здорово. Ну ладно, впоследствии появятся, скорее всего, большие склады. Мы-то их и будем использовать в итоге. Пока довольствуемся тем, что нам подарила матушка природа и... Господин Посейдон. И жесть. Смотрите, у нас склад состоит из большего количества всего, чем хранится на этом складу. Странно. Очень странно. Ну ладно. Ладно. Девять древесины, друзья мои. Девять древесины. И я, пожалуй, построю... Древесную мастерскую. Пускай она находится тут. Да, древесная мастерская откроет доступ к новым приколюхам. К новым изобретениям и к строительству лодки. Там-то мы и будем создавать веревку. А где брать новых жителей? Где брать мне новых жителей? Мне нужны еще работники. Хотя, чем я буду их обеспечивать? Вода заканчивается. Все заканчивается. О, дистиллятор могу поставить. Шикарно. Дистиллятор будет находиться тут. Что-то я как-то неравномерно создаю город. У нас только один понтон, да? Понтон же. Помост. Помост. Понтон и вот, наверное. Помост. И, может быть, стоило бы еще вот сюда и провести. И сюда, и сюда, и сюда. Сделать его красивым. Ну и так нормально. Все удобно. Все в одном месте находится. Здорово. Реально здорово. Такс. Почти готово. А с дистиллятором манива из металла тут используется. Прикольная конструкция. А как эта штука будет работать? Ладно. Сперва веревка. Сделаем одну веревку. И для лодки нужна она всего лишь одна. Потребуется еще. Сделаем еще. Так же можно делать с дрова. Давайте сделаем дрова. Дрова потребуется нам для создания пресной воды. Ага. То есть, они набирают морскую воду. Она испаряется. Соль остается на дне. А пресная вода оседает в дистилляторе. Логично. Нормально. Все должно получиться и заработать. Окей. Тут еще и человек должен быть задействован, да? Жаль. Жаль, что оно не работает автоматически. Было бы очень удобно. Но веревка уже должна быть готова. Что ты делаешь? Почему ты сперва делаешь... Вот же веревка. Есть же веревка. А, ее отнести на склад нужно, чтобы она стала доступна. Да, во. Хорошо. Теперь у нас есть... Причал, друзья мои. Куда его засундались? Что-то как-то... А как его повернуть-то? Я хочу, чтобы он был таким. Это красиво. Ладно, пускай будет причал здесь. Я думал, он будет гораздо меньше. Ну, окей, плевать. Плевать, есть причал теперь. Вода не закончится. Возрадуйтесь, вода не закончится, так как дистиллятор... Ух, заработал. Это здорово. Посмотрите, какую красоту мы создали. Это же просто гениальное строение. Или... Комплекс строений. Окей. Спасательная лодка и рыбацкая лодка. С чего начнем? Давайте, наверное, со спасательной. А, для каждой лодки нужен будет отдельный причал. Ну ладно, я спасательную строю, потому что хочу сплавать на этот остров и посмотреть, что там есть. Может, какие-то новые рецепты. Еда, например. Живые люди, быть может. Опять же, на спасательной лодке можно будет спасать живых людей. А для рыбацкой потребуется еще один свободный причал. А у нас нет веревки. Ну, сделаем еще одну веревку. Окей. Готово. У нас будет и такая, и такая. Тогда с голода мы не умрем. Надеюсь. Хотя, блин, но я могу умереть от жажды. Если не получать доступ к новым ресурсам, у меня закончится древесина. И дистиллятору будет не на чем работать. Вот что плохо. Ну да ладно, лодка готова. Капитана у нас нету, да? А где капитан? Ладно, хорошо, попробуем лодку отправить сюда. Все, отправили на сбор ресурсов. Кто запрыгнет в лодку? Лодка выглядит суперкруто. Вообще-то. А, не все спят? Чувак хочет пить и спать. Зачем ты плаваешь, если ты хочешь спать? Иди отдохни. Блин, они реально все легли спать. А кто будет работать? Бездельники, давайте ускоряться. Во! Хе-хе, нашелся один смельчак, который и отправился к этому острову. Эх, молочинка ты, молочинка, греби. Как ты, правда, целую мачту сможешь доторобанить до нашего города? Совершенно непонятно. Ну, посмотрим, какие ресурсы ты тут соберешь. Такс. Такс, пробежался, пробежался. Ой-ой-ой, кучу, 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 кучу прям всего набрал. Молочага, молочага. А эти ресурсы можно будет собирать? Не могу нажать. Ладно. А, вот! Хе-хе. Установить буйок сбора ресурсов для дрифтеров на лодках. Отлично. Остров исследован. Мачту забрал. Жрать хочет. Жрать хочет. Ну, ладно. Такс, что бы еще построить? Парус. Позволяет городу перемещаться? Вау! А вот это действительно вау! Наш город сможет плавать. Хе-хе-хе. Отлично. Только куда мы поплывем? Ладно, пока. Пока просто сидим на городе. В городе посмотрите, сколько ресурсов он притащил. Металлолом. Мачта. И веревка. Все, что нужно для счастья, можно будет сделать паруса. Как раз таки у нас есть мачта для этого. И веревка. А металлолом? Ху-ху! Ху-ху! Только я не знаю, куда лучше установить эту штуку. Крепится она только к сердцу города, да? Ладно. Потом подумаем. Я не знаю, куда ее ставить. Действительно, нужно выбрать место получше. И чтобы все это красиво смотрелось. Ну, а пока, друзья, мы на этом остановимся. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Будьте счастливы.